Продолжение следует... Да, она обожает спать в машине. Сейчас мы откроем. Я, которая умеет открывать двери. А, вот. Я их открываю второй раз в жизни. За все время. Не до конца. И что? Толик, я не могу двери открыть. Сейчас, 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 сейчас. Спасибо. Ой. Ох, эти девочки, они ничего не могут. Ребят, Дани на богатство. Вы поняли, что это? Что это такое? Это накладные ногти. Класс. Ребят. Чтобы вы потом не говорили, что да, она наращивает ногти. Это просто наклеиваются они, да, Дануська? И легко снимаются. Красивенькие очень. Да. Мы сейчас пойдем проведаем наших собачек, Тедди. Ребятки, по Тедди вы постоянно спрашиваете каждый день. Я буду вас держать в курсе, когда у нас будут новости. Пока новости нет, Тедди пока не очень. Вот. Но он ходит, он кушает, а стоил как-то вот так. Да. Какие будем сейчас тобой ногти клеить? Я хочу вот эти вот. Вот эти. Все, ребятки, мы будем клеить ногти. У меня новый парень, эй. Она его типа любит, эй. Но по ночам она пишет мне, думает лишь обо мне. Сравнивать его со мной, думает, мне будет больно. На этом мне как-то похуй. Глубокий выдох и глубокий вдох. Я падаю вниз и взлетаю вверх. Ну что, дорогие мои друзья, смотрите, где я нахожусь. Это та самая комната Зайца, то есть меня. Что хочу сказать. Я в Киеве уже нахожусь три дня. Ничего не выкладываю, потому что я наслаждаюсь. У меня такой релакс. Я нахожусь дома, в Украине, в любимой Украине. И я кайфую по полной, поэтому ничего не выкладываю, ничего не снимаю. Что я вообще сделала за эти три дня, пока я здесь? Вообще, очень много всего, реально. Я уже и на шоппинг съездила, и в больнице побывала, анализы все сдала, проверилась, здоровая ли я и так далее. Вот. И с друзьями увиделась. Что еще? Порешала важные делишки. А сегодня был бьюти, бьюти дэй. Сегодня у меня был бьюти дэй. Наконец-то я сделала уход за волосиками. Они у меня теперь такие мягкие, красивые, шелковистые. Я такой уход делаю примерно раз в полгода, раз в четыре месяца, где-то так. Вот. Потому что мы живем сейчас в жаркой стране, и как бы солнышко очень сильно портит волосы. Поэтому как бы их нужно в любом случае восстанавливать. Но так как они у меня не крашеные, они у меня в любом случае в хорошем состоянии. У меня тут до сих пор мой чемодан. Я его не раскладывала. Вот. В любом случае потом нужно будет все это обратно засовывать. Я не хочу это делать, поэтому пусть все будет в чемодане. Вот. Также я сегодня сделала минирование бровей. Мне их покрасили. Очень, кстати, красиво. Делала не у своего любимого мастера, потому что мой любимый мастер находится не в Украине. Поэтому как-то так. И сделала педикюрчик. А вообще, что вам хочу рассказать по поводу моей прекрасной поездки в Украину уже второй раз. Ехать, конечно, сюда пипец как сложно. Реально. Оно, конечно, того стоит. Я ничего не говорю. Я не жалуюсь. Я все прекрасно понимаю. Но, честно, просто чисто физически это тяжело вынести, перенести. Эти поездки долгие. Это просто трэш. Сначала у нас было два перелета. Потом мы ждали автобус. Потом мы сели в автобус. И ехали... Блин, сколько мы ехали. Ну, короче, мы выехали ночью и приехали вечером в Киев. Вот такая вот история интересная. Вот. Но оно того стоит. Оно того стоит реально побывать дома. Это просто незабываемые ощущения. Я не помню, говорила я или нет, что... Короче, я уже и в больнице побывала. Вот. И с друзьями встретилась. У меня каждый день, чтобы вы понимали, реально распланирован, да. Я планирую еще все заранее, чтобы приехать и налегке понимать, что у меня все распланировано. И я знаю, что там сегодня я встречаюсь с тем-то, с тем-то. А завтра там с другим человеком. Или завтра у меня вообще chill day. И я там сижу дома. Или еду просто гулять куда-то в центр. Ну, короче, вот такие вот дела. Во мне проснулся грузин. Юмористка, короче, вообще такая. Что вам показать? Вообще, ребята, что вам показать? Я даже не знаю, что вам показать. Я сегодня, короче, купила себе наконец-то уход для волос. Надеюсь, он мне очень-очень понравится. И я смогу вам его порекомендовать. И вообще снять, наконец-то, видос про то, как я ухаживаю за своими волосами. Потому что я столько перепробовала всего. И, наконец-то, наконец-то есть две шампуни, которые мне реально нравятся. И которые реально помогают мне. Они подходят мне. И они просто вообще бомбезные. Так что, да. Я когда все это протестирую, я буду знать, можно ли вообще это рекомендовать людям. И если мне понравится на 100%, то я порекомендую. Пока что, как бы, на 50% я уверена, что мне это нравится. Вот. Поэтому, если... Что это только что было? Я сама себя ударила. Поэтому, если что, ждите видос про уход за волосами. Всех это очень интересует. А вообще, сегодня такое было. Короче, мы с Настей были, значит, сегодня на Крещатике, в центре Киева. Во-первых, очень было много людей. Потому что выходной день, как бы, все гуляют. Ну, а что людям делать? И все очень сильно на меня почему-то смотрели. Я не понимаю, почему? Не понимаю, почему? Что? Что со мной не так? Я просто иду себе. Все оборачиваются, так смотрят. Типа, что, президент, что ли? Я думаю, ну да. Блин, ну, короче, очень сильно я привлекала сегодня внимание людей. Блин, тут нет моей зарядки. Я ее забыла в рюкзаке. Я сегодня ночевала не дома. Я сегодня ночевала у друзей. Поэтому у меня здесь все в рюкзачке. Срочно надо поставить телефон на зарядку. Один процент. Сейчас умру. Точнее, телефон сейчас просто умрет. Только что заметила, что у меня каждая сториз начинается с вот этого. Я беру воздух и начинаю говорить. Скоро, короче, день рождения у меня у очень многих людей в семье. Во-первых, у мамы. Во-вторых, у Кирилла. Но на момент день рождения я не попадаю. Я еще буду в Украине. Поэтому отпраздную мое день рождения, когда я уже приеду. Вот так вот. Это просто капец. Просто капец. А еще ко мне столько ребят подходят в Украине. Ребята, которые ко мне подходили. Я вас помню. Спасибо за то, что подходите. Мне очень приятно. Такие взрослые девочки ко мне подходят лет 17-18. И я думаю, ух ты, моя аудитория уже такая взрослая, как и я. Я обалдела, реально. Кстати, было бы неплохо, если бы вот здесь вот я сейчас сделала опрос. И вы должны все, пожалуйста, все, ответьте, сколько вам лет. Я там напишу от и до, от и до, и вы, короче, выберете, сколько вам лет, чтобы я вообще знала, на какую тему с вами общаться, что вам советовать, о чем с вами разговаривать и так далее. Сейчас я буду идти умываться, потом схожу в душ. Ну, это если вам вдруг интересно, чем я буду заниматься. И вообще, мне нужно нормально поспать. Я все за... Я все... Вот, да. Видите, у меня мозг уже не говорит, не формулирует нормально речь. За все мое время нахождения в Киеве я вообще почти не спала. Ну, допустим, вчера я легла поздно, потому что я была с друзьями. Мы у них ночевали, и как бы... Ну, конечно, я не приеду там и не лягу спать в 10. Я же к друзьям приехала. Тем более, я их давно не видела. Позавчера я просто легла поздно. И проснулась рано максимально, в 6 утра. И это трэш. Я не могу поспать. Я тупо не могу поспать. Но завтра мне никуда утром ехать не надо. Завтра я посплю, высплюсь. И вечером мы поедем с друзьями в ресторан. Так что завтра будет beautiful. Хотя сегодня beautiful. И вообще всегда beautiful. Beautiful. Я, кстати, скоро поеду еще к зубному. У меня, конечно, шикарные зубы. Представляете, мне некоторые друзья говорят, Диана, у тебя что, виниры? Я такая, спасибо, конечно. Мне очень приятно. Но нет. Это мои тис. Блин, вообще на самом деле, когда тебе такое говорят, настолько самооценка поднимается. Ну, вы представляете, я сижу, улыбаюсь, там, во все 32. И у меня друг спрашивает, а у тебя что, виниры? Я такая, нет. Свои. Он такой, блин, очень круто, тебе повезло. Потом, а ресницы нарощены? Я такая, ну, тут, правда, маска, но нет, свои. Ну, конечно, волосы, брови, все свое. Natural beauty. И все, кто говорят, что я не natural beauty или я не за natural beauty, ребят, вы немножко глупцы. Понимаете? Натуральная красота, это не значит, что мы за бодипозитив. Это не так. Это не так работает. Натуральная красота, это когда девушка за собой следит. И, вот смотрите, допустим, я сделала губы, да? Они у меня, конечно, сейчас очень большие с маской, но вообще они у меня максимально сейчас уменьшились. Я пока их не планирую вообще подкалывать. Мне нравится, как они выглядят. И не хочу уже большие вареники, как раньше, вот. Поэтому пока что я не планирую ничего с ними делать. Я последний раз их давно, ну, как, не прям давно, но давненько делала. И пока что делать ничего с ними не буду. Я, наоборот, хочу, чтобы они еще сдулись, уменьшились. Я посмотрю, как мне будет с ними. И, может быть, останусь уже с небольшими губками. Ну, это маска, если что. Не надо писать, что у тебя вареники, у тебя пельмени. Это маска. На самом-то деле у меня губы... Вот. Ну, как по мне, ребята, они вообще небольшие. Маленькие, красивые, аккуратные губки. Так что, девчонки, следите за собой, и вы всегда будете красотками. И неважно, сделано у вас что-то или нет. Если вы за собой всегда следите и ухаживаете, вы в любом случае красивые. Не обязательно что-то себе добавлять или убирать. Вы будете в любом случае красивые. Главное, заниматься спортом, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. И все. И тогда все будет круто. Вот я была на осмотре в больнице, мне сказали, что по мне видно, что я веду здоровый образ жизни. Ну, правильно питаюсь там и так далее. Но питание у меня, в принципе, и вправду, на самом-то деле, очень хорошее. Вот. Я очень редко ем какой-то там фастфуд, чипсы. Газировки я вообще не пью. Ну, как-то так. Знаете, заговорили за натуральность и закончили правильным питанием. Ну, я умею перескакивать с темы. Да. В общем, девчонки, может быть, мальчишки, но я думаю, что на меня подписаны в любом случае девчонки. Поэтому, девочки, давайте я вам пойду покажу, чем я умываюсь. Мне все равно делать нечего. Прикиньте, я одна. У меня здесь нет Кирилла, собак. Я тут одна, понимаете? Королева. Сплю вот на такой кровати, королевской. Поэтому надо исправлять, реально. Знаете, как скучно спать одной? У меня тут игрушки, я обнимаюсь с игрушками. Да. Это очень необычный факт обо мне. Поэтому все паблики, которые вообще выкладывают про меня новости, знаете. Факт. Диана почти в 19 лет спит в обнимку с игрушками. Да. Это нормально. Вот, допустим, смотрите. Это заяц. Это зайчонок. Которого мне подарила мама на, по-моему, 17-летие. Нет, на 16-летие. Честно говоря, не помню. Помню, что на день рождения. И вот я с ним сейчас сплю. Он со мной разделяет большую кровать. Мы спим, обнимаем друг друга. Такие вот дела. До него я спала вот с ним. У меня еще пингвин такой присутствует. Я очень люблю свои игрушки. У меня вообще вся комната в игрушках. А еще у меня здесь ботанический сад. Как видите. Это все. То, что мне дарил Кирилл. И оно до сих пор стоит. А ему уже, наверное, ну пару лет. Год-полтора точно. Ну что, дорогие мои. Теперь вы меня видите без маски. Я все-таки пришла умываться. Зачем эти маски, если я и так красивая. В общем. Перед тем, как я вообще либо что-либо делаю. Я сначала расчесываю волосы. Это очень важный этап. Потому что, если их не расчесывать. То они будут путаться. Я их расчесываю по 100 раз на день. Блин, потеряла свою маленькую расчесочку. Которую можно в сумочку убрать. И постоянно они у меня путаются. Когда там ветер или еще что-то. Так вот. Значит, сейчас я расчесываю волосики. Отделаю хвост. И начинаю с вами умываться. Покажу, чем я пользуюсь. Я, конечно, уже снимала это все миллион-миллион раз. Но у меня появилось кое-что другое. И на самом-то деле дам сейчас вам офигительный совет. У кого проблемная зона вокруг глаз. Допустим, у меня она не проблемная. Но есть такая фигня. Итак, вернемся к моей фигне. Во-первых, у меня появилась большая косметичка. Вот такая вот красивая розовая. Это во-первых. А во-вторых, насчет моих глаз. У меня после наращивания ресниц им пришел просто капец. И я их очень долго лечила. У меня постоянно была аллергия. У меня постоянно шелушилась кожа вот на веках. И я приехала в Киев в прошлом месяце. Короче, пошла к офтальмологу. Мне посмотрели глазки. Выписали лечение. И я, короче, вылечила свои глаза наконец-то. И я вам сейчас посоветую такой крем под глаза от бренда CeraVe, по-моему. Ну, короче, от CeraVe или CeraVe. Ну, называйте как хотите. Я думаю, вы прекрасно поняли о чем. И я вам в любом случае покажу. Насчет умывалки. Пользуюсь сейчас вот такой от Vichy. Еще нравится от Bioderma. Розовенькая. Вот. Просто беру на спонжи. В общем, начинаю я это все вытирать. Спонжами. Я очень всегда паранойю, если вдруг у меня нет возможности умыться или еще что-то, то все. Я так не могу. Мне срочно надо умыться. Это очень важный этап. Я никогда не зацепаю с косметикой. Не, ну только если я просто уже, знаете, отключилась, то да, я не могу смыть косметику, потому что я уже отключилась. То есть я уснула. А так такое бывает очень-очень редко. Я всегда смываю косметику очень тщательно, чтобы лицо было чистое. И меня за это очень сильно хвалят косметологи. Да и я, в принципе, себя за это тоже хвалю, что я такая ответственная за свое лицо и так далее. Короче, сейчас я все смою, ребят, и расскажу вам дальше, что я делаю. Итак, ребят, я уже умылась. Сначала у меня мицеллярка идет. После мицеллярки я использую вот такую вот умывалку от Абаджи. Heatration Cleanser Normal to Dry Skin. Так что скриньте. Она мне нравится, но предупреждаю, она должна якобы увлажнять лицо, но, честно говоря, она его не увлажняет, а слово совсем. Да. Поэтому я заказала себе другую умывалку, но это тоже мне нравится. Как бы она в любом случае хорошо очищает, а очищение – это самое главное. Итак, после того, как я умылась, я наношу вот такую вот сыворотку от Biologic. Называется Oligo. Oligo Protein Marines. Вот такая вот она зеленая. У Biologic она такая одна зелененькая, поэтому спутать ее будет с чем-то просто невозможно. Это у меня 30 мл. Сегодня купила точно такую же еще одну, потому что... Так вот, купила сегодня еще одну, потому что пользуюсь ей просто каждый день. Она мне очень нравится, и она реально просто волшебная. Она очень помогает со всякими там какими-то маленькими высыпаниями, и она как бы предотвращает их появление. Вот. Я наношу пару капель на лоб, пару капель вот сюда на щеки, размазываю это все. Такими массажными движениями. Благодаря этому уходу, который подобрал мне косметолог, мое лицо просто заново родилось. Серьезно. Это очень мне помогло. Вот так вот. Следующий этап. Это тоник. Тоже от Biologic. Сейчас покажу. Как вы могли понять, у меня не очень хорошее освещение в моей ванной, но оно таким было всегда. А если включать фонарь, то я вообще ничего видеть не буду. Он максимально светит в лицо. Итак, вот такой вот тоник я использую. Лосьон P50W. Они есть разной мощности, скажем так. У меня самый лайтовый. Есть еще P50V. P50 просто P50. Он самый сильный. А у меня самый слабый. Потому что у меня нет таких сильных проблем, чтобы я там покупала себе вообще тоник, который просто сожгет мое лицо. Ну, к примеру, да. Но если у вас сильное акне, то вам надо не P50W, а P50V. Как минимум. Может быть даже P просто 50. В любом случае, нужно это все обсуждать либо с дерматологом, либо с косметологом. Потому что, когда я подбирала себе уход сама, хорошим это не закончилось. Значит, я вот так вот наношу тоник. Похлопывающими движениями. Его вообще нужно по-правильному наносить на спонжик. И вот так просто спонжик прикладывать. Но я предпочитаю все делать руками. И я вот так вот все это делаю. Просто такими хлопками все вбиваю себе в кожу. Итак, тоник есть. Он немножко может покалывать. Я думаю, у кого он есть, те знают, что он немножко пощипывает. Но это даже, в принципе, приятно, поэтому меня это абсолютно не напрягает. Следующий немаловажный этап это крем. Без крема я просто не могу жить. Крем у меня из-за плацента тоже от Биологик. Вот так вот он выглядит. Открываем. И вот. Мне он очень нравится. Итак, я наношу крем сюда, сюда, на лоб, подбородок, нос, чуть-чуть больше. Потому что у меня очень сухая кожа. Вообще, в принципе, на теле, на лице. Я максимально сухая. Мне постоянно надо увлажнение, питание, потому что я очень-очень-очень-очень засыхаю. Итак, теперь просто размазываем и в конце, чтобы оно лучше впиталось, я опять делаю массаж хлопками. Также я всегда делаю массаж вот сюда. Ну так, не то чтобы это массаж, нет, просто когда я размазываю крем, я всегда так делаю. Вот. И по вот этой вот части лица. Итак, вечерний мой уход подходит к концу. Сейчас я буду наносить тот самый крем. Ребят, это ни в коем случае никакая не реклама, это просто мой максимальный вам совет. Вот если у вас очень тонкая кожа здесь и вам не подходят вообще никакие увлажняющие крема, вот это, это просто обалденно. Реально. Он не печет, он не стягивает, он максимально быстро впитывается и он такой как будто силиконовый. Ну, мне максимально он нравится. Стоит он, кстати, тоже недорого. Каждый из вас сможет его, я думаю, себе позволить. Почему мне не платить СРВ за рекламу, это вопрос. Поэтому давайте СРВ, я жду, когда вы мне напишите. В общем, серьезно, крем очень классный. Вот я его так наношу. Он просто моментально восстановил мне кожу возле глаз. Мазюкаем. Итак, как вы поняли, с кремом для глаз мы закончили. Вот. Следующее, что я наношу, это сыворотку для укрепления ресниц и бровей. Но на брови я ее сейчас не буду наносить, только на ресничке. Вот так она выглядит. Я не знаю, честно, вот я ее пользуюсь уже месяц и могу сказать, что я пока что вообще не заметила никаких либо изменений, поэтому вам советовать не буду. Я, конечно, ей пользуюсь, потому что я ее купила. Но пока что я изменений не вижу. возможно изменения будут попозже, хотя вообще всегда изменения идут спустя месяц там после использования. Я пользуюсь уже месяц, может даже чуть-чуть больше и пока что пока что грустно. Я ее наношу вот сюда на место, куда растут ресницы. Вот. Ресничный ряд и готов. Я уже устала стоять, так у меня телефон очень низко, я постоянно нагибаюсь, ну в общем. Также немаловажный продукт, это вот эта вот штука волшебная от Доктор Чарт. Короче, ребят, это просто находка. Это точечный засип. Точечный засип, я кидо помогая позбавляться высыпания на вашем облаче. Что-то я... Видите, в Украину приехала все, она украинского сразу заговорила. Итак, продолжим. У меня почему-то все сбилось, в общем, вот так вот оно выглядит, просто такие белые крапинки. Он очень быстро помогает избавиться от всяких прыщиков, воспалений и так далее. И также он осветляет пятнышки после прыщиков. Вот. Я нанесла, в принципе, я думаю, этого достаточно больше, мне вроде... Ладно, нанесу еще чуть-чуть. Вот. Как бы у меня ничего на самом деле вот здесь нет, но остались какие-то маленькие пятнышки. И я их вот этой вот штучкой убираю. Очень мне нравится, если вдруг найдете где-то, покупаете. Реально прикольная. Ну и как бы она помогает, что самое главное, то, что она помогает. Итак, сейчас мы с вами расчешим и... расчешим... расчеш... будем расчесывать мои брови. У меня такая классная кисть. Расческа. Итак, расчесали брови. Вторую. Уи-уи-уи-уи-уи-у. Ну давай, быстрее расчесывайся. Ах, это просто треш. Сейчас буду закапывать глаза. Я до сих пор их продолжаю капать. Это то самое лечение, которое мне, кстати, прописал доктор. В общем, знаете, что я поняла? У меня вот эта бровь более гуще, чем вот эта. Ладно. Окей. Оптинол. Глазные капли против аллергии. Поэтому да, давайте капать. капаю я вот так вот отодвигаю и нажимаю. И оно капается. Первый глаз есть. Оп. Необычно, да? Но я не могу просто вот так вот делать. Ну что, по поводу личика я вам все рассказала. Сейчас я жду новую умывалку у подружки. Увидела. мне показалось, что она хорошая. Я прочитала, короче, там для нее отзывы мне понравились. Поэтому я решила, короче, попробовать ее. А! Чего это я так открыла? Не показала. Вот такой вот бальзам для губ от в обе брауна. Такая красивая коробочка. Спасибо. Берем такую штучку. Берем вот так и на губки. Оп. И на верхнюю чуть-чуть. И размазукиваем это все. Короче, да, последнее, что я делаю, это я наношу бальзам для губ. Потом я опять расчешу волосы. В принципе, это весь мой вечерний уход. А утреннего ухода у меня как такого нет. У меня утром я просто наношу сыворотку. Ну и все. Губенсии, мои вареники, как вы любите говорить, я увлажнила. Обязательно. Ох! Наконец-то могу выровняться. Потому что я стояла в такой позе. У меня, чтобы вы понимали, телефон. Ну вот, если я подойду, то как бы вот на каком он расстоянии. А я стояла вот так. Снимаю повязочку. Бадабум, бадабум. Хвостик развязываю. Кстати, я думаю, вы видели, но зацените мою сережку. Пупке от Тиффани. Купила я тоже, кстати, в Киеве. в прошлый раз, когда приезжала. Снова расчел свои волосы. И... И все. нет. Что происходит? Ну что, ребят, вот и все. Ход за лицом мы сделали. Я сейчас немножко красная. Из-за того, что намазала глаза кремом и плюс что-то я хотела сказать. Что-то я хотела сказать. А! Из-за тоника. Тоник немножко дает такой красноватый эффект на лицо. Вот. В принципе, все. Уход с лицом я вам показала и рассказала. Надеюсь, вы что-то для себя возьмете. Но я думаю, что это было бы полезно. Все, я пришла в комнату. Кстати, хотела вам показать, что я сегодня забрала с почты. где оно находится. Ага, вот. Короче, вот такая вот штука. Это SPF для лица. И, в принципе, не обычный SPF, а с гиалуроновой кислотой. То есть, он увлажняет кожу, помимо того, что он еще и защищает ее. Вот, доктор Сюрикл. Опять же, я читала отзывы, мне они очень понравились. Все девушки восхищены, потому что он реально очень увлажняет лицо и круто защищает лицо. Поэтому буду пробовать, потом вам обязательно расскажу. Ну что, ребята, на сегодня все. Я исчезаю. Исчезаю. Желаю вам сладких снов, спокойной ночи, доброй ночи. Вот. Завтра, возможно, сниму в сторис вам свой мейкап, который я делаю каждый день. Вот. Потому что завтра я еду в ресторан, я уже говорила ранее. И что? И нужно быть красивой, поэтому завтра, наверное, вам все покажу. Главное, мне не проспать и вообще не просрать. Время и вовремя начать собираться. А ты в моем сердце провела экскурсию, сама навіть не в курсі мене ніяк не відпустит. В моем сердце чутно, сколько ты можешь его послукать, головою по самим, в руках, любов гірше, ніж макрука. А ты в моем сердце провела экскурсию, сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустит. Субтитры сделал DimaTorzok Не відпустит Knowledge Això не thing, нормальне. нормальне. Вunching на наш канал, немножечко подожжите ніяк герою з 들어�ht. А это не хрустично. Я гледала, нормальне, а вaboutм brave businessman. привет малыша булочка моя булочка лишь а я скажи всем привет привет чем идем гулять ты будешь испугайся испугайся бежим туда побежали покажи как ты лукашу гонял тут шумашер просто побежали побежали на выход на выход побежали побежали быстро и лапки хорошо ходят а завтра лечение начинается маленький мой малыш моего булечка мой поцелуи кайфует не на 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 м